Всем добрый вечер. Мне вчера прислали клип с Нареком Ахназарианом и попросили прокомментировать. Я никогда этого не делал. В смысле не выступал на фейсбук. Очень хотелось бы выступить по-армянски, но многие очень мои друзья не знают языка, поэтому армянские друзья. Поэтому я все-таки выступлю по-русски. Я, честно говоря, был глубоко огорчен услышанным. Не только тем, что я услышал, но и тоном, который это было все произнесено, и вообще тематика, которая не должна затрагивать интересы артиста, биоланчелиста, музыканта. Говорить о том, что правительство все сделало, ну абсолютно все. Вот народ, он такой вот. Употреблять какие-то слова очень нехорошие, которые я даже не могу перевести на русский язык. В буквальном смысле это означает, что ли не черн, или вот эти все тупые, или как-то вот неотесанные. Говорить так про свой народ – это грех. Нельзя. Надо понимать и чувствовать свой народ. Я тоже уехал из Армении очень рано. Мне было 18 лет. Но я очень люблю Армению. Я очень люблю армян. И я буду помогать, когда могу и чем могу. Нельзя. Подумай хорошенечко, прежде чем произносить такие вещи. Народ не виноват. Я лично считаю, что премьер-министр должен был не брать на себя задачу Господа Бога, а довериться соответствующим службам. А соответствующие службы должны были быть компетентны. Теперь где-то что-то сломано и не работает. А при чем тут народ? Нельзя. Потом, может быть, для нас с тобой 300 драмов, 400 драмов – это не деньги. Я с тобой согласен. Но для людей в Армении, которые иногда не могут купить бухангу хлеба и накормить детей – это деньги. Потом, те же маски, на которых черным по белым написано, что они не предохраняют от коронавируса. Дело даже не в этом. Можно было бы выбрать намного лучше язык или лучше выражение для обращения к собственному народу. Все-таки не забывай, откуда ты и кто ты. И так с народом не разговаривай. И про народ. Нельзя. Это очень и очень обидно. А я желаю, чтобы это все осталось позади, и чтобы армянский народ все-таки, в том числе и мы с тобой, Нарыка, стали бы процветать и делать все во благо этой фантастической страны. Которые сто крат лучше любой Швейцарии и любой Австрии, которую какие-то люди хотят превратить в это богом данное государство. Всего вам всем хорошего. Пока.